Обращение инвалидов первой группы по зрению к общественности Республики Казахстан и к президенту страны Такаеву Касым-Жамарт Камильевичу. Уважаемый Мухтар Кабулович, мы инвалиды по зрению знаем, что ваши передачи смотрят граждане всей страны и в том числе и первые люди государства. Мы инвалиды также смотрим ваши передачи о политической ситуации в нашей стране. Наш президент с высоких трибун постоянно говорит, что наша республика является слышащим государством. В реальности же государство как раз-то нас не слышит. Мы неоднократно в течение нескольких лет в своих обращениях, заявлениях, жалобах приводим конкретные факты хищения государственных средств в особо крупных размерах при реализации госзакупок по социальным программам. Но на эти факты правоохранительные органы никак не реагируют. А также мы постоянно слышим от президента страны, что правоохранительные органы успешно борются с коррупционными хищениями в сфере госзакупок. В реальности мы не ощущаем борьбы государства с хищениями государственных средств при госзакупках в социальной сфере. Чтобы не быть голословными, хотим провести конкретные факты хищения при госзакупках по социальным программам. 12 декабря 2018 года корреспондент «Казахстанской правды» брал интервью у министра социальной защиты Республики Казахстан, который озвучил следующие цифры. На одного инвалида государство выделяет в год 4 миллиона 400 тысяч тенге. В республике проживает 690 тысяч инвалидов. На всех инвалидов государство выделяет по социальным программам более 3 триллионов тенге. Мы смело можем предполагать, что из выделяемых более 3 триллионов тенге, 2 триллиона тенге разворовываются участниками госзакупок. Как это происходит в реальности? Мы покажем на примере нескольких общественных объединений и нескольких корпоративных фондов, созданных общественными объединениями инвалидов, которые участвуют в госзакупках социальных программ, являясь поставщиком услуг по социальным программам. Вторая сторона при госзакупках является заказчиком. По оплате социальных услуг и в лице заказчиков выступают коммунальные государственные учреждения всех областей Республики Казахстан, а также коммунальные государственные учреждения городов республиканского значения. Есть корпоративный фонд «Ерикшетандау», созданный Общественным объединением неунывающих инвалидов. На примере этого корпоративного фонда приведем конкретные факты хищения государственных средств. Первое. Есть социальная программа по оплате возмездных услуг индивидуальным помощникам инвалидов. Данная услуга не облагается подоходным налогом с 1 января 2009 года. Несмотря на это, корпоративный фонд «Ерикшетандау» незаконно удерживал с услуги индивидуального помощника 10% подоходного налога и при этом удерживал подоходный налог в виде 10% от начисленных сумм за оказание услуг индивидуального помощника не перечислялись в налоговые органы и оставались на счетах корпоративного фонда. В 2019 году прокуратура города Алматы обязала корпоративный фонд возвратить незаконно удержанные подоходные налоги в течение последних 5 лет. Возвращаемые суммы составили несколько сот миллионов тенге, половина из которых до сих пор не возвращены. Тем не менее, на это преступление руководство фонда «Ерикшетандау» не понесло уголовного наказания, хотя конкретное хищение в особо крупных размерах является неоспоримым фактом. Тут же возникает вопрос, кто понесет ответственность за незаконное удержание подоходного налога за предыдущие 5 лет? Второе. Фонд «Ерикшетандау» в 2019 году осуществила поставку 255 ноутбуков по цене 640 500 тенге на общую сумму 163 миллиона тенге. Судом установлено, поставленные ноутбуки не соответствуют техническим требованиям по договору и все параметры технических условий занижены более чем в два раза. При таких обстоятельствах цена поставляемых ноутбуков должна быть в два раза меньше, но не 163 миллиона тенге, а 81 миллион 500 тысяч тенге. По данному договору фонд «Ерикшетандау» без сомнения похитила денежные средства 81 миллион 500 тысяч тенге. При таких обстоятельствах досудебное уголовное производство по данному факту было закрыто за отсутствием состава преступления. Подумаешь, украли какую-то мелочь в размере 81 миллион 500 тысяч тенге. Третье. В 2020 году фонд «Ерикшетандау» заключил договор на оказание услуг по выплате индивидуальным помощникам за оказанные возмездные услуги с Коммунальным государственным учреждением соцзащиты Павлодарской области на сумму 236 миллионов тенге. По этому договору реально выплачено 200 миллионов тенге. 36 миллионов тенге фонд просто присвоил путем занижения за каждый час оплаты услуг, а также занижения часовой оплаты услуг. Таких договоров фонд «Ерикшетандау» в год заключает по 40-50 договоров. Четвертое. Фонд «Ерикшетандау» на содержание своих работников незаконно удерживает 5% денежных средств от каждого договора. Давайте посмотрим, в какие суммы превращаются эти 5% от всех заключаемых договоров в год. Возьмем среднюю цифру заключаемых договоров, которая, к примеру, составляет 200 миллионов тенге, и эту сумму умножаем на 40 договоров. Получаем цифру 8 миллиардов тенге и 5% от 8 миллиардов тенге. Сумма составляет 400 миллионов тенге. Если учитывать, что реально работающих в фонде не более 5 человек, у которых, предположим, заработная плата по 200 тысяч тенге, то на месяц на содержание фонда тратится 1 миллион тенге. За один год фонд тратит на содержание работников 12 миллионов тенге. В итоге получаем цифру от 400 миллионов тенге, отнимаем 12 миллионов тенге, и в результате фондом похищено 388 миллионов тенге. По всем другим социальным программам происходят такие же факты хищения. Просто в одном обращении невозможно отметить все факты хищения при госзакупках по социальным программам. Если общественности будет интересно, мы в следующем обращении приведем множество других фактов хищения в сфере государственных услуг по социальным программам. Надеемся, что мы раскрыли факты хищения. Осталось только привлечь должностных лиц к уголовной ответственности. И напоследок хотим рассказать о должностных преступлениях одного человека, Наурызбаева Алмата Сабиджановича, инвалиды первой группы по зрению, который незаконно руководит общественным объединением Казахское общество слепых, а также незаконно руководит через подставных лиц общественным объединением неунывающих инвалидов. Организации этих двух общественных объединений более всех других инвалидных организаций участвуют в госзакупках по социальным программам. И все эти организации двух общественных объединений незаконно контролируют Наурызбаев Алмат Сабиджанович. Если к госзакупкам по социальным программам допущены к участию 160-170 инвалидных организаций, то больше половины участников являются организацией этих двух общественных объединений. Должностное преступление Наурызбаева Алмата Сабиджановича заключается в том, что во всех организациях подконтрольных Наурызбаеву АЭС, участвующих в госзакупках с денежного объема, договоров удерживаются 8%. То есть Наурызбаев АЭС, без всяких оснований похищает государственные средства, не приступая к реализации госзакупок. В какие цифры эти 8% выливаются, нетрудно посчитать. Если решение специализированного межрайонного экономического районного суда города Алматы под председательством судьи Курашевой АБ от 26 октября 2015 года, вступающей в законную силу о долге Наурызбаева АЭС в размере 134 миллиона тенге, при таких доходах не должно быть регистрироваться общественное объединение казахского общества слепых и общественное объединение неунывающих инвалидов, так как Наурызбаев АЭС является участником обоих общественных объединений, тем более его регистрирует первым руководителем общественного объединения казахского общества слепых. Мы думаем, не стоит объяснять, какие последствия наступят при отмене незаконной регистрации общественных объединений казахского общества слепых и неунывающих инвалидов в случае отмены госрегистрации. При таком случае все договора по госзакупкам будут признаны незаконными, а должностные лица, незаконно зарегистрировавшие, будут привлечены к ответственности и ответить за последствия незаконных госзакупков. Зная это, Наурызбаев нашел в себе высокого покровителя, работника аппарата президента Рызбекову Гульнар Аразановну. Рызбекову Гульнар Аразовну, которая в прошлом работала судьей Верховного Суда Республики Казахстан, сам Наурызбаев АЭС заявляет, что при такой поддержке ему не страшны никакие суды, и при его финансовом положении, набор грабленных при госзакупках, суды всегда будут выносить судебные акты в его пользу. Фактически так оно и есть. Какие суды, как выносили неправосудные судебные акты в пользу Наурызбаева? Мы расскажем в следующем обращении и назовем конкретные фамилии должностных лиц, которые способствовали Наурызбаеву творить беззаконие и приведем еще более шокирующие факты при освоении социальных программ по госзакупкам. Уважаемый Мурат Кабулович, мы надеемся, что именно через ваши каналы нас услышит наше слышащее государство и надеемся, что наши правоохранительные органы начнут серьезно расследовать нами изложенные факты. С уважением, инвалиды первой группы по зрению.